Здравствуйте, Алексей Александрович. Здравствуйте, коллеги. Я прошу прощения, что я онлайн. У всех много работ, но у меня какие-то непреодолимые трудности возникли. И я хочу поблагодарить авторов этой работы за ее проведение, за то, что мне заранее дали возможность ознакомиться со слайдами. Это были именно те слайды, которые только что были показаны. Это дает мне возможность несколько порассуждать о пользе этой работы до клинической практики. Я расскажу, как я вижу принципы проведения химиотерапии. Исходя из клинических рекомендаций, многие виды противоопухолеволекарственной терапии обладают узким терапевтическим окном. И в связи с этим нам важно придерживаться рекомендованных доз препаратов, интервалов между их введением. Для химиотерапии это очень важно. Мы много делаем для того, чтобы повысить интенсивность химиотерапии, используя много компонентов сопроводительной терапии, для того, чтобы пациенты могли переносить эти препараты в максимальных дозах, где мы видим наибольшую эффективность химиотерапии. Между тем, есть и вполне определенные критерии непереносимой химиотерапии. Как правило, они утверждены в клинических исследованиях первой фазы. Я взял эти критерии из одного из исследований последней, из которых я участвовал, в исследовании первой фазы. И согласно этим критериям непереносимой токсичности, а в исследовании первой фазы это называется дозалиментирующая токсичность, это гематологическая токсичность четвертой степени, которая угрожает жизни. А именно нейтропиния четвертой степени более пяти дней, когда мы знаем, что риск фибрильной нейтропинии нарастает в геометрической прогрессии, или это фибрильная нейтропиния, или это тромбоцитопиния четвертой степени, явно угрожающая риск геморрагического синдрома. Или она не четвертой степени. Это может быть также негематологическая токсичность четвертой степени. И в ряде случаев, в исключительных случаях, это может быть негематологическая токсичность третьей степени. По решению комиссии, которая обычно заседает после каждой когорты в этих исследованиях первой фазы, после каждого дозового уровня. Итого, в общем-то, мы здесь не можем увидеть ни первую степень токсичности, ни вторую степень токсичности, потому что эта токсичность, которая присутствует время от времени на фоне химиотерапии, полностью, как правило, уходит после окончания всей химиотерапии. Для нас это не вызывает мнение, что эта токсичность нам не столь интересна. Какова эффективность плазмофереза в элиминации тестостатика? Режим полфокс плюс беп, как известно, составлены тремя активными компонентами. Из них только один оксиалеплатиновый выводится в плазмоферез. При этом, если смотреть на фармакокинетику оксиалеплатина, то обычная фармакокинетика состоит из нескольких фаз. И в зависимости от того, когда проводится процедура плазмофереза, в зависимости от этого мы и можем сказать, какая часть препарата была выведена с использованием этой процедуры. И насколько изменилась фармакокинетика. Была ли выполнена процедура плазмофереза в течение первой кривой полувведения альфа, или бета, которая составляет 16,8 в час. Или плазмоферез выполнялась, например, на следующий день или через 2 дня, когда была заключительная кривая выведения этого препарата. В общем, в целом, половина оксиалеплатина выводится в течение первых 5 дней. И исходя из этого, первый вопрос, который у меня возник, который я не нашел ответ в презентации, это каковы сроки плазмофереза все-таки после проведения имитерапии по схеме Клуп-Окс-БЕФ. Кроме того, чтобы окончательно разобраться в идее исследования, нам нужно понимать, какова первичная точка. Эффективность все-таки или токсичность? Если токсичность, то почему использован режим Фолл-Фокс-Биоцезумаб, который мы, в общем-то, и старичкам без проблем проводим? И, в общем-то, токсичность его у нас никогда не вызывала больших вопросов. Есть же более интенсивные режимы лечения и при кишке, и при других опухолях, в том числе препараты, которые могут гладиться плазмоферезом. Если цель исследования – это повысить эффективность, то тут не очень понятно, как плазмоферезом может повлиять на эффективность лечения, в чем теория этого вопроса и какова предклиника, если идея была именно такова. Конечно, нужна статогипотеза. Статогипотеза – это принципиальный момент. Я был очень рад, что в сегодняшних работах, в некоторых, статогипотеза была указана. Потому что она определяет, сколько опоцентов нам нужно набрать. Если мы получаем статистически значимые различия в исследовании недостаточной мощности, то мы должны понимать, что эти различия могут быть выявлены случайно. Потому что низкая мощность исследования означает повышенный риск ошибки, бета. А именно вероятность выявить различия между группами тогда, когда на самом деле никаких различий нет. В процессе подготовки к докладу я заметил опубликованную статью из того же самого института. В этой работе принимали участие частично авторы, которые опубликованы в тезисах к данному докладу. И в этой работе указан анализ гемосорбца той же самой когорты больных с колоректальным раком, который получали по ПОКС-ПУЗ-ДЕФ. И там тоже были получены определенные результаты. Но не очень ясно, каковы выводы были сделаны из той работы предыдущей по эффективности гемосорбции. Почему было принято решение перейти из гемосорбции к гемоплазмоферезу. И вот эта работа по плазмоферезу все-таки. Какой вывод делают авторы? Практический вывод. Считают ли они на данном этапе выполнения работы тем, что разница в нежелательных явлениях, анемии, тромбоцитопении, второй и первой степени, интересна ли для того, чтобы эту работу продолжать? Считают ли авторами успешными результаты, которые были получены, для того, чтобы для какой-то когорты пациентов их внедрять в клиническую практику? Вот вопросы, которые у меня возникли. И это, в принципе, все, что я хотел сказать. Я благодарю вас за внимание.